Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами много говорим о Ларисе Александровне Долиной. Я уже говорил свое отношение, что действительно, как певица-исполнительница, она, как мне кажется, мирового уровня, голос у нее просто замечательный. Но вместе с тем, в плане каких-то вмешательств медицинских, в плане красоты и так далее, каких-то фотографий, как мне кажется, не очень допустимых для публичного пространства. Об этом тоже мы с вами говорили. Вы знаете, что в рамках новой волны 2021 года прошел творческий вечер Димы Билана. Я высоко оценил, мне кажется, что это действительно клево получилось, очень интересно. Много очень было, мы с вами уже об этом говорили, дуэтов интересных. Было свежо действительно, было ощущение действительно новой волны. Было сделано здорово. Интересно смотреть. Долина отличилась опять. Она накинулась и на Билана, и на Пелагею. Причем дуэт Билана и Пелагея мне показался очень удачным. Пели они восхитительно. Что Пелагея, что Билан. И совместно у них получалось очень, такой вы знаете, гармоничный дуэт. Вместе с тем надменная Долина, пишут, публично отчитала неопытного Билана и Пелагею. Вот что пишут. Героем творческого вечера на новой волне был Дима Билан. Вы знаете, после этого уже был Розенбаум, но мы говорим о Диме Билане. Звезды российского шоу-бизнеса продолжают развлекаться на музыкальном конкурсе в Сочи. После фееричного выступления Димы Билана все селебрити собрались на after party, где артист вновь вышел на сцену. Значит, ну это некая вечеринка такая после концерта. Вдруг кто не знает. Умудренная опытом Лариса Александровна решила не упускать этот момент, чтобы поделиться собственным мнением относительно выступления менее опытного коллеги. Внимательно понаблюдав за Димой Биланом, народная артистка публично сделала ему замечание. «У тебя такой тембр, — сказала она, — какой должен быть слышен», — отчитала молодого коллегу Долина. Суть претензий певицы состояла в том, что Билан во время выступления все время убирает от арта микрофон. По мнению Долина, из-за этого слушатели не могут в полной мере насладиться необыкновенной тембральной окраской исполнителя. Сам Билан не согласился с Долиной, заявив, что так его тембр становится еще острее. Однако Лариса Александровна продолжала упорно стоять на своем. Скандал устроила просто. Не помогла даже вмешавшаяся в дело Пелагея, которая хотела сгладить ситуацию. Надменная Долина, пишут, быстро нашла, что ответить и ей тоже. Лишь когда Билан заметил, что все зрители уже напряглись, смотрят лишь в их сторону, ему удалось перевести спор в шутку. Тогда же опомнилась и сама Долина. Как сообщил собеседник, певица завладела микрофоном, тут же продемонстрируя публике свой потрясающий вокал, после чего быстро удалилась из зала. Друзья, ну я отрицательно к этому отношусь, почему? Потому что творческий вечер Димы Билана, это не творческий вечер Долины, Лариса Александровна. При всем моем уважении. Почему? Мне кажется, когда Долина говорила, что до похудения она испытывала комплекс неполноценности и так далее, в плане лишнего веса. Мне кажется, что теперь из нее прет просто вот отовсюду, понимаете. Фотографии на балконе там в купальнике, фотографии на море, танцы, все подряд. То есть человек просто вот. И самое интересное, что творческий вечер Димы Билана. Ну ты пришел, там пришла, ты насладись, что называется, общением с коллегами. Нет, надо показать себя, понимаете. То есть у женщины уверенность в себе появилась. Надо ее транслировать. Зачем делать такие замечания публично? Я считаю, что публично делать такие замечания, тем более потом демонстрировать свои вокальные данные. Исключительно на фоне Димы Билана показать, какая я фантастическая певица. Ну фантастическая певица и фантастическая. Ну хочешь ты сделать какой-то, как мне кажется, она завкафедра еще при этом. Хочешь ты сделать какой-то совет дать или какое-то замечание может быть действительно по-доброму, по-хорошему. Ну как мне кажется, подойди ты просто с глазу на глаз. Скажи, слушай, Дима, вот тебе лучше вот так, вот так и вот так. Да, не знаю, встретимся и ты просто попробуешь. И ты увидишь, что это действительно тебе. Тебе это будет лучше. Это будет лучше для слушателя. Можно встретиться. Я думаю, что они не могут найти студию. Там столько у них коллег. Да, я думаю, они и сами найдут. И если Билану это будет интересно, можно ему это посоветовать и так далее. Но публично это делать, друзья, мне кажется, это некрасиво. Это просто некрасиво. Возвращаемся к фотографиям, которые мы с вами обсуждали и вы говорили, да это нормально, это что. Вот я и говорю, что дело не в теле, не в теле. Дело в голове. Дело в том, что позволять себе можно и что нельзя. Понимаете, человек стал ощущать, что можно встать в своем возрасте. И дело еще раз, говорю, не в возрасте, а в голове в возрасте. Понимаете, о чем я говорю? Встать и вот так вот ножку это и сфотографироваться, как будто 30-летняя девочка. Но это уже не катит в качестве, в частности, понимаете, в каком-то изысканном элегантном платье. И так далее. Теперь публично замечательно. На Пелагею, Пелагея, я считаю, вообще замечательно поет. То есть забить всех. И такой творческий вечер, такой замечательный и так далее. Ну что, ну может быть, подобиделось, что нет творческого вечера долиной там. Может быть, надо было, чтобы погоду в доме спели там все исполнители. Я, друзья, не знаю, на самом деле, как тут уж к этому относиться. Но однозначно, чисто по-человечески, я считаю, что это не очень приятно просто, наверное, Билану было. Еще молодец, что в шутку все перевел как-то. И потом она уже как-то успокоилась, продемонстрировала всем свой вокал. И удалилась, главное, понимаете. Наверное, понимая, что она уже лишканула просто. Не надо лишковать, если в себя поверил или поверила. Не надо лишковать. Надо всегда все-таки понимать, что вокруг люди. И как-то относиться с пониманием, что творческий вечер все-таки вот исполнитель. И делать ему публичное замечание. Но творческий вечер на то и творческий вечер, чтобы праздновать, что называется. Чтобы как-то, наверное, похвалить за то количество песен, которое было спето. Те дуэты, которые были сделаны. Мне очень понравился этот творческий вечер, могу сказать. Это действительно был как глоток свежего воздуха. Я не скажу, что все. Не скажу, что все. Но были очень интересные дуэты. Очень интересные. Поэтому поведение дуэльное, конечно, в данном случае меня просто шокировало. Друзья, с вами был Будда Гришна. Предлагаю вам воспользоваться, как я называю, запасными аэродромами. Это видеоканал, значит, видеодневник Будда Гришна. Там тоже выходят периодические ролики. И это канал резервный. В случае чего, так сказать, останемся вместе. И второй, это, естественно, инстаграм Будда Гришна. Нижняя подчеркивает единичка на латинице. На русском Будда Гришна. Три российских флага. Подписывайтесь. 10 секунд вашего времени. И мы, так сказать, останемся вместе, не потеряемся точно. И смелее жмите кнопку подписаться, друзья. У вас почти 5 миллионов в месяц. Нажимайте кнопку подписаться красную. Чтобы точно не пропустить ничего важного. Друзья, всем пока. До встречи. Пишите ваши комментарии относительно содержательной части темы. Ну и что хотите, то и пишите. В общем-то, может быть, кто-то какую-то тему там предложит. Или что-то еще. Потому что я два дня не следил за новостями. Может быть, что-то такое произошло, что волнует всех. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok